Олег наполнил мыслью череп, идет боится расплескать. И наполнись, Аня! Мы должны к тебе бросаться вверх. Ну хрень это полная! Как можно игнорировать окружающих? Если легко и радость не получается, я, как правило, не занимаюсь. Так, ну что, Таня, привет! Привет, Таня! Привет, Таня! Мы сегодня будем немножко путаться в именах. Я думаю, что мы очень быстро с этим разберемся и уйдем вообще от имен, туда-куда-то в глубину. Да, как я и говорила, вот я сегодня ехала на съемку и поняла, что это очень такая важная, символическая сегодня съемка. Во-первых, она первая после очень такого длительного перерыва, потому что коронавирус, потому что вот это вот все. И мы перешли на формат подкастов, чтобы дистанционно общаться с людьми. Вот, и сейчас такая первая живая съемка с нашим гостем. Это очень здорово и приятно. И второй аспект – это то, что ты у нас первая женщина в гостях. Вот я прямо здесь сделала паузу. Дайте насладиться фразой «я у вас первая женщина». От того, насколько первая женщина произведет впечатление, вообще зависит вся жизнь у многих людей. Так что, да. Я понимаю, почему я у вас первая женщина. Я думаю, что я просто пограничная, потому что у меня фамилия Мужицкая, то есть я где-то между, то есть вроде уже и женщина, а вроде еще Мужицкая, поэтому так, нормально. Ты у нас как мостик такой. Ну, мне очень приятно. Это, кстати, для меня совершенно нормальная история, потому что я в детстве дружила с мальчишками, занималась фехтованием, потом училась в институте стали и сплавов, где у нас было 4 девочки на 25 мальчиков, и училась в физмат-школе. Ну, то есть это все для меня совершенно привычная история. Класс. У меня по жизни плюс-минус похожая история, тоже скалолазание, кроты, вот это все. Мы с тобой две какие-то, немножечко мостовые женщины. Протирайся, пожалуйста, для зрителей, которые, возможно, тебя не знают, и с точки зрения профессионала, как ты себя в рабочей сфере, условно говоря, определяешь, и с точки зрения какой-то более глобальной, наверное, философской, общечеловеческой. Ну, профессиональная сфера моя, я психолог, собственно, тренер, и уже в последнее время, можно сказать, что писатель, потому что я пишу книги по популярной психологии, вот, и много-много-много лет. Вот в этом году, кстати, будет 30 лет, как я пришла в профессию вообще. Ну, то есть я в профессии чуть меньше, но когда я первый раз, вот первый тренинг в своей жизни прошла и поняла, что это вот оно, то, чем я хочу заниматься, вот в этом году будет 30 лет ровно. Но если говорить про жизнь, то я, наверное, такой Wi-Fi вселенский раздаю. Вот про мою жизнь и про мою философскую позицию очень хорошо. Есть такой стишок-пирожок. Стишки-пирожки – это такой народный жанр, современные частушки такие. Олег наполнил мыслью череп, идет, боится расплескать, а Николай наполнен песней и поливает всех вокруг. Вот это про меня. Мне кажется, что на меня все время что-то такое вот постоянно наполняет меня. Мне надо все раздавать со страшной силой всему миру. Что-то такое очень про свет, про позитив, про веру в себя. А еще есть вторая идея, которая мне тоже очень нравится. Ну, если мы говорим про философию, она слегка, конечно же, в мир идеализма и эзотерики может отдавать. Но я к этому отношусь, он с юмором, с большим. Но в свое время, когда мы с моим другом Игуменом Евмением вели семинары, такие про любовь, мы поняли, что мы работаем мастерами по подключению к сети. Знаете, вот когда интернет подключается, приходит мастер и подключает вот эту всю конструкцию к сети. Ну, в принципе, это вот ровно то, мне кажется, чем я и занимаюсь в любом смысле этого слова. То есть я просто возвращаю людей к базовым настройкам. Я считаю, что базовые настройки у всех совершенно прекрасные. Потом люди со своей жизнью делают очень странные вещи. Ну и, собственно, все, что я делаю, неважно. Я работаю как психолог. Я, кстати, да, вот еще песни пишу, стихи там, концерты у меня бывают. Или там я просто книги, блог веду. Ну, всегда все это про это, про подключение к сети и возвращение человека к его базовым прекрасным настройкам. Вот это, мне кажется, основная моя философия. Класс. Да, мне тоже нравится. Мне очень нравится, да. А базовые настройки, они какие? Базовые настройки? Ой, ну здесь у меня есть прям любимый конек, на котором я могу очень долго сидеть. Базовые настройки такие, что жизнь – это точно совершенно не испытание, а приключение. Для тебя целый и вообще огромный штат лучших вселенских сценаристов пишут всю жизнь квест для того, чтобы ты кайфовал, вообще оценил просто юмор, там, творчество, жанр, там, композиторов, герои, как называется, кастинг-директор, да, который подбирает вот актеров, чтобы вот это все, ты оцени это, тебе надо в конце просто Оскар им всем выдать за то, какую интересную они для тебя придумали жизнь. А вторая вещь здесь про базовые настройки, да, что, их три всего, вторая вещь, что ты рожден в теле, и твоя задача научиться в этом теле жить, не сбегать из него, а наоборот, понять, зачем оно вообще, помимо того, что еще я в нее ем, как в этом анекдоте про бактера, да, который про голову вот это спросили. Там много интересного тела в себе, огромное количество информации содержит, и это дико интересно изучить это, как ты вообще именно в этом теле существуешь, и что ты из себя вообще представляешь, кто ты, очень интересно. И третья базовая настройка, это, ну, одна из тоже моих любимых тем исполнения желаний. Я книжку, кстати, принесла и подарю, вот, Анна, тебе ее в конце поздно. Вот, про исполнение желаний, потому что вот эта странная история, что за все надо платить, нельзя, наоборот, все. Вот философская история такая, что мы рождены в мир, который называется all-inclusive. Советский человек, когда первый раз попадал в какой-нибудь отель, не дай бог, all-inclusive, он заходил на вот это вот все, брал одно вареное яйцо и одну сосиску, и черный хлеб посидел, вот так вот ел. Он говорит, ну, смотрите, вот вам темга, вот вам там пирожные, вот творог. Он говорит, не-не-не, что вы, это же вы, такие деньги, у меня таких нет. Он говорит, ну, все, уже оплачено. Это вы врете мне, вы мне потом счет выставите, я вас, сука, знаю, падла. Это то, как большинство народу проживает здесь свою жизнь. Что это я буду хотеть-то, вы с меня потом три шкуры сдерете? Ничего подобного. С самим фактом рождения мы уже попали, вот, клубная карточка у нас. Делай, пожалуйста, хати, чего хочешь. Реализуй, вот у тебя весь мир, твоя творческая лаборатория. Вперед! И вот мое любимое слово «можно», это у меня вот татуировка даже на руке есть с этим словом, и это прям очень важная история. Она не про какую-то там, в кавычках, вседозволенность, которая там меня пытаются обвинить некоторые ханжи, а про ответственность за свою жизнь и как творца. Вседозволенность в смысле какого-то гедонизма. Ну, мне пытаются там сказать, что вот вы там сейчас скажете, что можно убивать, воровать, там, прелюбодействовать. Господи, ну, если вы очень хотите и готовы нести за это ответственность, полностью осознавая, ну, вам все равно никто не запретит. Это такая история, которая вообще глобально философская, да, ну, тварь ли я дрожащая или право имею. Я считаю как раз, что здесь история в том, что человек очень много запрещает себе сам из того, что на самом деле ему разрешено. Вот о чем речь. И что когда ты говоришь себе, что тебе можно, это ты в этот момент становишься взрослым, ответственным человеком, активным партнером по игре, мирозданию. Не знаю, это дико интересно. Вот мой подход к жизни вот такой. Имеет ли это какое-то отношение к некоторому миститизму? Я просто вижу, что ты часто себя позиционируешь как мистик. Что ты в это откладываешь? Ну, понимаешь, какая штука? У меня недостаточное образование для того, чтобы прямо себя погружать в какую-то конкретную теорию, в какое-то там определение. Ну, просто, да, можно сказать, что я скорее мистик, нежели эзотерик, потому что за эзотериком стоит школа, со мной никакой школы не стоит. Мистик кто это такой? Тот, с кем что-то случается. И кто это не отрицает? Да, я не отрицаю. В этом можно сказать, что я мистик в том смысле, что я точно совершенно считаю, что есть большая система, что мы совершенно точно не одни. Здесь есть некая система большего размера, в которую ты погружен в любом случае и можешь делать вид, что ее нет, а можешь попробовать начать с ней как-то взаимодействовать. И, собственно говоря, это, конечно, еще раз говорю, что из всей философии, наверное, субъективный идеализм ближе всего, но это игра, это интересная игра. Это не дай бог в это удариться всерьез, начать всех переубеждать, там, революцию устроить. Да, боже упаси. Но если ты... Ну, я не знаю, как это работает. Вот я третий день на улице, черти что, говорится, дождь, там ветер, холод. Третий день я утром выхожу на балкон, и вот ровно 15 минут, которые я на балконе, солнце светит. У меня доказательство в сторисах. Я сижу, вот солнце, прямо сейчас вышло, вот я сейчас пью кофе, оно вышло со мной посидеть. Ну, это весело просто играть, что это так. Это же, конечно, совпадение. Другое дело, что про совпадение есть у меня любимый анекдот такой. Он прям очень точно отражает вообще огромное количество того, что у людей в жизни происходит. Мужик звонит, значит, алло, это милиция, алло, немедленно приезжайте, срочно у нас тут вообще такое творится. Я один не справляюсь, мне срочно нужна подмога, они вооружены, очень опасно, я их еле сдерживаю. Кто? О, инопланетяне, они высадились тут во дворе, я их загнал в подъезд, и теперь выдерживаю. Я один не могу, мне нужна подмога. Гражданин, вы что, пьяный? А, это да, но так совпало. Вот эта история, она многое объясняет, потому что так совпало, но при этом к этому были какие-то совершенно точно логические предпосылки. Ровно то, что я инженер по своему базовому образованию, по способу мыслить, как раз помогает мне не ввалиться в эзотерику и остаться мистиком, потому что я же, ну, мое любимое направление – это НЛП из всей психологии, ровно потому что это нейролингвистическое программирование, то есть самое инженерное направление из всех, где прям есть четкие причины следственной связи, там, система представлений, нажми на кнопку – получишь результат, все вот эти вот истории. То есть язык описания, как можно вообще все эти явления описать каким-то нормальным языком и сделать их управляемыми и предсказуемыми. Вот это, наверное, то, чем я занимаюсь всю жизнь. Как только, ну, собственно, нашла вот это направление, в каком-то, в 93-м году я с НЛП познакомилась, так вот оно для меня и является, наверное, смыслообразующим, потому что очень удобно, когда есть язык описания, все становится понятно. Я сразу подумала про КПТ, и что НЛП, оно получается еще более линейное и более как бы структурировано, чем КПТ, или… Ну, я не знаю, я бы не взялась сравнивать. Просто НЛП – это прям стройный язык описания, где есть четкие там три оси задачи, отношения, энергия, все, что происходит, абсолютно все. Вообще любое явление, где есть живое существо, оно любое живое существо, не обязательно даже человек, обязательно раскладывается по трем осям. Что, то есть как, ну, мы живем в 3D-пространстве, да, с вами, со всеми людьми, у нас есть вот у любой точки координаты, правильно? Ну, вот, и там то же самое, у любого абсолютно события есть координаты, и что произошло по отношениям, что произошло по задачам, что произошло по энергии. И все, и когда это становится описуемым, то понятно, как можно там понять, что произошло, как можно проанализировать, как можно изменить что-то, куда ты хочешь, как сформулировать цель твою, куда ты хочешь попасть. Потому что, ну, опять же, вот очень простая штука здесь. КПТ все-таки это способ терапии, насколько я понимаю, а НЛП гораздо шире. Это способ описания жизни, мира вообще. Это способ мыслить, это такой апгрейд системы, ну, биос такой. Я не знаю, вот, айфон у меня написано, iOS там, который все время обновляется. Вот НЛП это вот это, это базовая прошивка, которая не обязательно терапия. Почему? То есть это... Смотри, как посмотреть, все равно вот в КПТ есть такие, как бы тоже описательные принципы, базисы, которые можно, по идее, транслировать вообще, в принципе, на жизненный подход в целом. Ради бога. Ну, собственно, да, у НЛП очень универсальная штука, сложности дает мне в его продвижении. Сейчас-то вообще, после того, как его там засрали, загадили, называли манипуляциями... В 90-е? Да, да, да. То есть это вообще очень сложная мне была история с ребрендингом таким, но можно было уйти и назвать это... Как большинство так и сделало, назвало это своими какими-то другими словами, но мне нравится, я уважаю моих учителей, мне нравится это направление, и я его люблю, и мне важно, чтобы оно все-таки к истинному своему значению вернулось. Потому что, ну, вот даже вот в формулировке желаний, там, в моей любимой этой истории, которая вроде бы про мистику, но на самом деле нет, оно на самом деле про мозг. Когда люди, например, там, не знаю, хотят в отпуск съездить, хотим съесть в отпуск на море. Нормальное желание, правда, но правда плохо сформулировано оно, потому что оно сформулировано только по одной оси, по оси задач. Как мы поймем, что мы съездили в отпуск? Вот у нас есть билеты, вот мы уехали из Москвы, там, не знаю, куда, допустим, в Анталию, вот мы из Анталии в Москву вернулись, вот мы съездили. На самом деле люди хотят нифига не этого, на самом деле есть еще две оси, есть еще ось отношений, то мы бы хотели съездить и быть там в хороших отношениях, например, если я с любимым человеком хочу съездить, или с семьей, чтобы мы там друг друга любили, чтобы нам было вместе весело, чтобы мы радовались одному и тому же, чтобы мы там друг другу радовались, в конце концов. Я такое количество видела в этих отелях Анталии, семей, которые просто как приехали, вот у меня такие были соседи. У нас такой был гостиница, где, ну, две комнаты и один общий балкон. Боже, это просто какой-то у меня был вообще трэш рядом. Ну, меня спасают наушники и то, что я очень люблю гулять, но они просто ругались. Вот они как заехали, они ругались между собой на своего малолетнего сына, там, пятилетнего, просто все, не переставая. Они припомнили друг другу вообще все, то там, когда приходил, какого хрена там у тебя в телефоне, твоя любовница записана, как Михаил Петрович. То есть для этого надо было приехать на море, чтобы вот это все... В отпуск съездили. То есть таким образом, да, в отпуск съездили. То есть если, да, то есть и не развестись при этом надо, то есть добавить. Нет, на самом деле в хороших отношениях быть счастливыми, там еще больше друг в друга влюбиться, когда вернемся. По оси энергии очень важно. И некоторые люди приезжают из отпуска и потом от отпуска еще отдыхают месяц вот с таким... Ну, то ли они там много пьют, то ли наоборот они настолько там далеко уходят, не знаю, в горы, в походы, и потом адаптироваться к этой реальности им очень сложно. Очень важно сформулировать, в каком состоянии я хочу этот отпуск провести, в каком состоянии я хочу вернуться. Если я это не сформулирую, то дальше количество вариантов бесконечно. Если я это формулирую, мозг начинает подбирать ровно то, что нужно. И вот таким образом я показываю, что это три оси. Задача, отношение, энергия. Вот если я понимаю, как каждая из осей, что конкретно я хочу получить, то у меня и начинается работа в эту сторону. Конечно. А если я это не сформулировал, то оно так совпало, вот как-то что-то случилось. Что-то случилось. Да. И оно действительно, как бы потом небесная канцелярия там, это уже к вопросу о мистике, мне просто нравится этот язык, я же с юмором человек, мне кажется, так веселее. К небесной канцелярии претензии. Какого хрена такой отвратительного? Вот тут минуточку. Как вы запланировали? Съездить? Вы съездили, все исполнено, и ничего не знаем. Я не права. Есть вот, наверное, мне кажется, такой самый главный вопрос. Так. Потому что... Я сразу построил самый главный. 42 ответ, я помню. Вот у тебя есть такая, мне кажется, главная особенность, которая тебя отличает от очень многих людей. Это вот какой-то очень высокий и светлый уровень энергии. Я понимаю, что как бы да, мы в какие-то печальные моменты на людей не показываем. Нет, почему же? У меня есть стихи, которые очень даже про печальные моменты, но тем не менее светлый уровень энергии при этом сохраняется. Ну, какой-то вот, да, вот общий фон. Понятно, что у всех бывают свои перепады, свои какие-то волны, но вот общий фон, он очень вдохновенный, очень светлый, очень такой жизнерадостный. И вот интересно, откуда... И вот даже в книгах это транслируется. Интересно, откуда берется вот это вдохновение, какой-то интерес, вот эта вот счастливость, вот она от чего? Ну, часть я уже ответила в самом начале про базовые настройки, что если ты живешь в мире, который не испытание, а приключение, если ты живешь в мире, который создан для того, чтобы ты тут в него играл и all-inclusive, так это уже, это очень важная часть. С чего бы тогда? Ну, даже печальные моменты, они тебе нужны для контраста, там, для еще чего-то. Например, был момент, когда я сломала ногу очень сильно, прям, сильно. И это... А если учесть, что я единственное добывающее подразделение в моей большой семье, то это вообще, ну, кошмарная была история. И ко мне пришел в гости астролог, ну, ко мне очень много друзей там приходило тогда в гости, и пришел мой друг астролог, сидит у меня на кухне, и говорит, так что ты, Таня, ногу-то сломала? Я говорю, да ты мне расскажи, я тебе скажу прям время и место. Вот расскажи мне. Он, значит, открывает компьютер, набивает, и начинает от меня отсаживаться прямо в дальний угол кухни. Я говорю, а чего это ты? Он говорит, ну, ты сейчас вилками будешь бросаться в меня. Я решила себя обезопасить. Я говорю, почему я должна в тебя бросаться вилками? Потому что вот этот день, там, 22 января, 12 часов дня, это один из самых счастливых, вообще самых мощных, смыслообразующих моментов за 10 лет. Поэтому ты сейчас будешь меня ругаться, тебе это не понять. А я действительно в тот момент ошалела, ничего себе счастливое событие, ногу сломать. А выяснилось, две очень важные вещи, уже на некотором расстоянии это возможно было понять. Первое, что вдруг в этот момент я поняла, насколько меня любит мир, потому что такое количество любви, такое количество помощи, поддержки за всю жизнь я действительно не получала никогда и представить себе не могла, что я вообще миру настолько нужна. Мне казалось, что я какое-то там, ну, какое-то существо не особо важное, ни для кого не нужное. А это прямо мне дало очень мощную опору и такую обратную связь от мира, которая меня очень окрылила. А вторая вещь, которая выяснила, что я поняла, что в этот момент очень остро это прочувствовала, что жизнь конечна, моя в том числе, и ресурс конечный, нельзя откладывать, как в стишке-пирожке, такой был стишок-пирожок, когда там конец света 12-го года, прочили всем, вот к нему был такой пирожок, кто не познал интимно женщин, а уж тем более мужчин, грядет 2012, куда откладывать алло? Вот это прям мне было очень понятно, это как раз и было, кстати, в 2012 году, что куда откладывать алло? И я тогда, собственно, записала диск со своими песнями и сделала большой концерт, откладывала это там 15 лет. И действительно, с того момента как-то именно то, что называется в английском языке словом «релиз», то есть какое-то количество реализации законченных, воплощенных по оси задач просто по экспоненте мне возросло именно с этого момента. Поэтому здесь вот так тоже. Ну а еще говорят, что вторая вещь, что я просто, ну там, если верить во всякие гороскопы, что мне это просто дано, я типа Овин и по асценденту Овин, если кто-то понимает что-то. В общем, короче, я просто огненный знак, и мне надо куда-то это деть. Меня просто разорвет, если я не буду это все выбрасывать в мир. А третья вещь очень простая. На самом деле, она самая скучная. Все, как красиво, это скучно. Это работа постоянная. Это честная работа, прям работа. Вот ну как мы чистим зубы каждый день. Работа смысла на собой? Чистить карму каждый день, можно там чистить сознание свое. У Димчога есть такая фраза, держи свой мозг в чистоте. Это прям вот как подмываться, реально. Потому что система мышления, она очень может по-разному качать и физику тела, и эмоции, куда угодно. Действительно, большая работа над собой, постоянно я. Постоянно. Если кажется, что у многих людей есть такая идея, что вот я психотерапию прошел, там, и все. И теперь у меня будет... Нет, не будет. Это примерно как я один раз, не знаю, постирал джинсы, и они теперь чистые. Ну нет, они чистые до тех пор, пока ты, ну, у костра не посидишь, например. Поэтому это постоянная работа, это постоянная психотерапия, постоянное исследование себя, и постоянное возвращение себя в русло, там, и каких-то тоже задач, и отношений, и всего остального. Это работа, это возможно. Просто для этого надо действительно настроить навигатор в эту сторону, принять такое решение. Мне очень нравится, как говорит Харский, мой тоже друг и учитель, у него есть такая фраза, что человек не проживает ту жизнь, которую планировал, не проживает ту жизнь, которая достоин, человек проживает ту жизнь, на которую решился. И вот это, наверное, и есть такая очень важная часть. Принять решение, исследовать ему. Ну вот, наверное, поэтому энергия. А бывают у меня грустные моменты, я живой человек, были у меня просто тотальные моменты краха, прямо когда, это я пытаюсь найти приличный аналог тому слову, которым надо назвать на самом деле, вот, когда действительно, там, не знаю, четыре ножки у табуретки, три из них рухнули, вот, надо было балансировать на одной. и это да, и стихи, и песни у меня есть, там, очень даже такие, например, главное, только не спрашивай, как у меня дела, нормально, прекрасно, здорово ответить бы я могла, но это построит границы и блокпосты между нами, дела у меня не здорово, во мне бушует цунами, но там дальше я не буду все стихотворение читать, но там конец такой, что если ты не готов, то не спрашивай, как у меня дела, потому что они могут быть по-разному и думать, что я такое прямо вот солнце, которое работает солнцем, нет. У меня это получается, да, но это не априори. Ну, понятно. Хотя, правда, от природы энергии у меня очень много, действительно, и спасибо за это. Я очень благодарна такому дару, ну, не знаю, маме с папой. Вообще, я вот знаю, чему спасибо. В свое время я очень увлекалась Кастанедой, это было в 90-е годы, у Кастанеды такая была прекрасная теория, что, блин, а у нас нельзя, да, матом разговаривать? Почему? А можно? Пожалуйста, пожалуйста. Можно, да? Я просто не знаю, как это перевести на русский язык по-другому. В общем, на английском языке это было так born fact и unborn fact. В общем, скучно съебанные и нескучно съебанные люди, то есть те, которых зачали в страсти, они вот, вот у них энергии много, а те, над которыми очень скучно работали, у них, типа, мало. Это смешно, поэтому, ну, спасибо маме с папой, я в курсе. Они рассказывали, момент моего создания был очень нескучным, да. Да? Да. Они рассказывали, что там много интересного произошло. И, в принципе, всегда было много интересного, да. Ну, наверное, да, то есть, это они меня не посвящали, но здесь прямо ситуация была очень анекдотическая, поэтому... Видно повлияло. Ну, наверняка. Наверняка. Если говорить про книги. Да. И про то, что вот вначале прозвучала фраза, что как бы там сколько, семь книг уже, по-моему? Больше, по-моему. Уже больше? Девять, наверное. Ух ты. Вот прозвучала фраза, что уже как будто бы можно назвать себя писателем. Ну да. Вот. А насколько вообще геморройно писать книги? Нет, нет, нет. Это такой, как бы, большой. Вообще, нет? Я вообще не делаю ничего, что геморройно. Мой принцип легко и радостно. Если легко и радостно не получается, я этим, как правило, не занимаюсь никогда. Тоже приняла решение такое, вот согласие с ним живу. Нет. С книгами все просто. Я этого даже не скрываю. Я пишу вместе с так называемым писателем-призраком. Мы пишем вместе с литературным редактором. А это происходит так, что мы встречаемся, разговариваем, ну или там онлайн общаемся. Ну, я прям рассказываю очень подробно так, как это и должно быть. Человек потом это... Мы сначала с Ирой Белышевой много лет сотрудничали, очень часто с Машей Агарковой. И она это переводит в текст, а я потом его редактирую уже согласно НОП, чтобы там были все правильные вещи. И поэтому сам процесс не доставляет мне вообще никаких проблем. В последнее время, почему я сказала, что я считаю себя писателем, до этого не считала, ровно поэтому. Считаю, потому что я действительно за последние полтора года я веду свой блог в Инстаграме. Я пишу сама. Почти что каждый день я пишу тексты, которые должны умещаться в эти жалкие 2200 нормы. Но норм у меня чуть больше, мне приходится иногда их кромсать. Но тем не менее, я пишу сама. И вот последняя моя книга, которая сейчас на этот момент последняя, «Брать, давайте наслаждаться», «Брать, давайте наслаждаться», там примерно треть мной написана прямо изначально, уже из моих текстов взята. И надо сказать, конечно, великий дифферамбе Маше, потрясающему писателю, потому что я сама, когда ее начитывала аудиокнижкой, я не понимала границы, я не помнила, что писала я, что писала она. Это означает, что у нас получилось эту единую ткань создать. Поэтому это есть такой способ, он существует, и я всем его рекомендую и открыто вообще никак совершенно не скрываю. Говорю, что, ребята, если у вас есть что сказать миру, но вы думаете, что вот это все сложно, это можно сделать радостно. Особенно, если этот человек еще очаровательный, и сама встреча с ним еще в каком-нибудь прекрасном кафе, это, господи, это просто еще больше счастья добавляет. Чего бы не поговорить с очаровательным человеком. Это выглядит так же, как мы с тобой сейчас разговариваем, просто после этого еще появляется текст. И на этот текст я потом еще накладываю какие-то вещи, потому что я знаю с точки зрения НЛП, как он должен быть устроен. Я же неопер, понимаешь, мне важно, в чем разница между обычным человеком и неопером. Я тебе сейчас расскажу. Обычный человек пишет книгу, чтобы написать. Ну, обычно, да. Нет, ну, хрень эта полная. Это все равно, как тоже мы с министром высшего образования, с министром образования с Филипповым говорили там 20 лет назад. Смысл, цель университета дать образование. Нет! Цель образования, чтобы его взяли, чтобы человек научился. Цель книги, не чтобы ее написать, а чтобы человек ее прочел и желательно не один раз, и желательно применил это все, чтобы у него осталось, чтобы он еще всем остальным с бешеными глазами рассказывал, какая охрененная идея, как ему это все нравится, и как он это вообще уже забыл, где прочитал и считает это своим. Вот! Вот зачем пишется книга. Тогда добавляется еще какое-то количество совершенно других шагов. Тогда совершенно нельзя написать скучную книжку вот этим языком о нарастании топливных ресурсов с продвижением вглубь лесного массива, каким написано, мать вашу, 80% профессиональной литературы. Просто бесчеловечное издевательство. Просто издевательство над студентами. Студентам надо в комиксах вообще делать все. Студентам надо делать вообще с примерами, как секс-шоп развернуть. Если мы хотим экономики научить студентов, примеры должны быть про секс, конфликт и алкоголь. И там вообще должны быть голые преподаватели на обложке. Ну, условно, я, конечно, не то, чтобы меня никто, меня не надо, я учебники и не пишу. В общем-то, хотя... Это почему бы и нет? Да почему бы и да? В этом дело, то есть, важно же, чтобы человеку захотелось. И я почему считаю, что я имею право об этом говорить, потому что я получаю огромное количество обратной связи о том, как мои книги легко читать, о том, как люди с радостью со мной в наушниках бегают, ездят, готовят, там, не знаю, маленьких детей там выгуливают. И при этом у них ощущение, что я с ними вот сижу в обнимку на лавочке и разговариваю, и им хочется это переслушать, потому что само по себе это дает колоссальный ресурс. Конечно, я столько энергии туда вкачиваю, когда начитываю аудиокнижки, я потом рыдаю по полчаса в машине, просто чтобы кессонной болезни у меня не было, чтобы между этим миром и реальным какая-то у меня была прослойка. Это важно, я вкачиваю энергию туда совершенно точно, намеренно делаю это. И я считаю, что не делать вот это преступление. Преступление, это мир говорящих голов, куда мы сейчас попали, когда все перенеслось в Zoom, чудовищно просто, просто в Zoom дает потрясающие возможности. Можно проводить практически живые тренинги. нет, вот это вот слайд, мать ваша, что это за... Нет, так мы не можем себе позволить такое. Ну, а если вот говорить про Zoom, ну вот, в книге какие-то словесные, вот эти вот... А Zoom, вот у нас сейчас вот курс, мы курс NLP практик перевели полностью в Zoom, ну, потому что такая вот сейчас ситуация, а он длительный курс, мы не можем позволить себе рисковать, во-первых, во-вторых, со всего мира люди в нем принимают участие теперь, ну, раз мы сделали его наконец-то онлайн. Я была ужасной противник онлайн всю жизнь. Ну, нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Как можно игнорировать окружающую ситуацию? Никак. Что мы у нас в Zoom? У нас в Zoom, во-первых, все сидят с камерами, все друг друга видят, видят реакцию, делают упражнения, и упражнения не только разговорные, упражнения там, все танцуют, например, у нас Варя ведет там блок через тело, там все танцуют, и это видно, как все танцуют, все друг друга видят, друг от друга заражаются. Делают упражнения реальные, когда нужно прям физически, например, есть в НЛП техника изменения личностной истории, когда нужно физически человеку пройти там по листочкам. Он вот так вот ходит пальцами по листочкам тоже на столе, второй видит это в камеру, и получается. То есть мы просто, ну, если ты понимаешь, что твоя задача создать 3D-реальность, где есть и задача, и отношение, энергия, ты не можешь себе позволить никому говорящую голову, конечно же. Если у тебя есть выбор сообщить информацию или сделать что-то такое, чтобы человек ее открыл сам, это, конечно же, второе. Конечно, лабораторные работы, если возвращаться к студенческим историкам. Конечно, лабы. Это самое интересное вообще из всего. Сначала нужны лабы, а потом уже теория, которая все это объясняет. И вот так это все и сделается. И у нас сейчас народ, вот мы выпустили буквально позапрошлые выходные, 80 человек со всего мира, и они дико счастливы тем, что они в реле сообщества, они там друг с другом общаются постоянно, делают какие-то практики, просто советуются. И вот это по отношениям, по энергии, что у них энергии гораздо больше, кто-то из них ковидом переболел за это время и говорит, что я представляю себе, как бы я переболел до, а сейчас это было тоже легко и радостно, если можно так выразиться. И по задачам тоже, когда есть совершенно понятные технологии, как сейчас можно сказать, это протокол, есть такое слово, протокол, как проходить через какие-то ситуации, на что обращать внимание, чтобы все получилось. Ну вот. И мне кажется, что это, вот так и стоит жить, играть в эту игру вдохновенно, получать от этого удовольствие. Как говорит мой, опять же, любимый Демчок, вдохновитель и философ, он гораздо больше, чем Купитман, которым его считают. Это вообще проходная роль. Он говорит, вы никогда не будете счастливы в играх, созданных другими. Это дико интересно создать свою игру, понять, какие тебе нужны правила, чтобы тебе было хорошо, сделать себе хорошо, сам для начала, прежде чем претензии миру выкатывать. От тебя зависит гораздо больше, чем ты привык думать. И в этом, в этом, как раз, мне кажется, и есть суть, вот то, что ты говоришь там про свет. Просто поэтому. потому что зачем делать плохо, если можно сделать хорошо. Ну, правда, зачем есть невкусное, если можно есть вкусное. И это прикольно. И в этом много рождается энергии. Ее не надо ниоткуда потреблять. Она генерится. Мы удивительные существа. Давай тогда на этой светлой ноте закончим. Время пролетело просто вообще моментально. Но да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я не знаю, что ты хотела сказать этой передаче. Оправдала ли я звание первой женщины. Но я надеюсь, что да. Для меня я чувствую, что да. Оправдала. Ты моя первая женщина. Ну, все, можно попробовать. Обязательно. Спасибо. 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 Спасибо.